Самолет, решающий ударные задачи Самолет, решающий ударные задачи Су-34 по праву завоевал солидный авторитет среди летно-технического состава ВКС России. Во время проведенного недавно единого дня приемки военной продукции временной исполняющей обязанности командира 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Подполковник Дмитрий Корнаухов доложил министру обороны о поступлении в эксплуатацию шести многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 производства Новосибирского авиационного завода, НАС, имени ВП. Чкалова. Вехи Большого Пути Специалисты и поклонники авиации знают, что Су-34, несмотря на свой короткий период существования, имеет довольно насыщенную историю. Проект несколько раз находился под угрозой закрытия. Однако судьба этого самолета насколько драматична, настолько и счастлива. История полка берет свое начало в 1957 году с директивы начальника Генерального штаба ВСССР о создании истребительно-бомбардировочной авиации. Наивысшей точкой успеха в создании для нее высокоэффективного авиакомплекса стал Су-34, но его получила уже оперативно-тактическая авиация России. Разработка истребителя-бомбардировщика Су-34 была задана постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 июня 1986 года. В соответствии с постановлением предполагалось использование планера двухместного самолета Су-27УПС с расположением членов экипажа друг за другом и аналоговым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, унифицированного с Брея истребителя Су-27М, который создавался по этому же постановлению. Однако генеральный конструктор ОКПСУХОВА Михаил Симонов в самом начале разработки сформулировал концепцию совершенно нового авиакомплекса. Разработанная концепция получила одобрение в Минобороны и Министерстве авиационной промышленности СССР. Главным конструктором машины был назначен Ролан Мартиросов, под непосредственным руководством которого проведены проектирования, стендовые и летные испытания самолета. Он же сформировал жизнеспособную кооперацию разработчиков, которая в сложных условиях переходного периода смогла осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками. Самолет появился на свет в советское время. 13 апреля 1990 года состоялся первый полет опытного экземпляра Су-27ИБ. Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Иванов, ставший впоследствии героем России. Летом 1990 года руководство страны наблюдало за учениями Черноморского флота и знакомилось с образцами новой военной техники. Тогда была выполнена имитация посадки Су-27ИБ на палубу тяжелого авианесущего крейсера Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, который вышел на заводские ходовые испытания после очередной достройки. Имитация сильно взбудорожила сообщество иностранных экспертов. Несмотря на то, что самолет не был оборудован посадочным гаком, зарубежные специалисты просчитали различные ориентировочные варианты размещения нового авиакомплекса на корабле и эффективность его боевого применения при различных условиях. В декабре 1994 с аэродрома авиационного завода поднялся в воздух первый серийный экземпляр, уже имевший обозначение Су-34. Спустя 10 лет самолет был передан заводом на совместные государственные испытания, после окончания которых в 2005 году Новосибирское производственное объединение имени ВП. Необходимо отметить, что одновременно со строительством авиакомплексов в несколько этапов реализовывалась программа государственных испытаний и при этом выполнялись конструкторские работы по приведению машины к современному облику. За время вынужденного простоя проекта в 1990-е годы были разработаны более современные авиационные системы, аппаратуры и освоены новые технологии. Параллельно с этим на предприятии осуществлялась программа по ремонту и реконструкции производственных мощностей. Инициатором работ выступила Минобороны. Военные в таких случаях преследуют вполне понятные цели. Прежде всего, они хотят получать более качественный продукт с меньшими производственными трудозатратами, а значит по более низкой себестоимости. Как понимаете, работы в этом направлении у производителей непочатый край. Только для планера Су-34 надо изготовить 57 тысяч деталей, а на процесс клепки одной машины требуется около двух с половиной месяцев. Какие практические результаты от использования новых технологий? Например, 34 имеет бронированную кабину из титана, которая представляет собой сварную конструкцию из 19 деталей. Суммарная длина шву в 21 метр. На начальном этапе основные операции по сварке деталей выполнялись вручную. Процесс далекий от совершенства, очень трудозатратный и с большими финансовыми расходами. Затем на производстве внедрили первую автоматизированную установку для электронно-лучевой сварки в вакуумной камере. При повышении качества выполняемых процедур изготовления первых кабин занимало порядка четырех месяцев. Такие темпы производителей тоже не устроили. Совместно с партнерами они создали инновационный комплекс оборудования, который кардинально изменил технологический процесс сварочного производства. Новая установка позволяет в вакуумной камере сваривать детали толщиной от 2 до 200 миллиметров за один проход луча. Причем сварка может производиться не по двум осям, как раньше, горизонтально и вертикально, а по шести координатам. Сваривать можно как стыковые, так и угловые соединения. Манипулятор по заданной программе обеспечивает перемещение электронной пушки по любой траектории, в любую точку камеры. Скорость сварки 720 миллиметров в минуту. Теперь для изготовления титановой кабины Су-34 требуется лишь четыре операционные установки изделия в вакуумную камеру, тогда как раньше было необходимо произвести 26 установок в камеру. Кроме того, в конструкции Су-34 применяются топливные баки тоже из титана. Их сваривают на этой же установке с минимальными припусками и последующей минимальной механической обработкой. При этом они конструктивно используются и в качестве силовых элементов всего самолета. Необходимо отметить, в Минобороны весьма внимательно отслеживают процессы по технологическому перевооружению предприятий. В данном случае эффективная работа завода не выпала из поля зрения заказывающих органов военного управления и положительно сказалась на его перспективах в рамках получения гособоронзаказов. Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Эволюционное усовершенствование. На сегодняшний день у Су-34 беспрецедентная номенклатура применяемого оружия, 16 видов высокоточного управляемого и 19 видов неуправляемого. Причем некоторые виды управляемого оружия авиакомплекс может применять в многоканальном режиме, до 6 целей одновременно. За простым перечислением возможностей по выполнению боевых задач стоит множество особенностей многофункционального авиакомплекса, что в полной мере показывает его роль и место в оборонительной концепции ВКС России. В настоящее время Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач по воздушной разведке, радиоэлектронной борьбе. Однако к столь широкой многофункциональности авиакомплекс пришел поэтапно. При создании Су-34 перед конструкторами стояла задача не просто сделать новый самолет, а обеспечить долгие годы жизни машины, которая имела бы для этого большой модернизационный потенциал. Такое требование было обеспечено техническими решениями, которые создали запас погрузоподъемности, по системам для наращивания нового функционала, а также увеличение имеющихся возможностей с точки зрения Брео, бесквардинальной переделки. По оценке специалиста ФОК Сухого, Су-34 в первую очередь решает ударные задачи. Направления совершенствования самолетов этого класса вполне традиционны и понятны. Они заключены в применении новых типов подвесок для создаваемых боеприпасов, повышении точности применяемого вооружения, выживаемости экипажа и улучшении систем авиакомплекса. В настоящее время, как показала практика, большое значение имеют и эргономичные конструктивные решения, позволяющие работать экипажу в максимально комфортных условиях. Кроме того, имеющийся модернизационный потенциал позволил на базе отработанной конструкции самолета реализовывать возможность решения новых функциональных задач. Например, если вначале была построена базовая модель Су-24М, а потом на ее основе сделали отдельную модификацию разведчика Су-24МР, то Су-34 без каких-либо доработок, за счет возможностей своего оборудования может выполнять задачи по получению информации для ее дальнейшей обработки и использования. Стоит отметить, что на самолете установлен эффективный комплекс радиоэлектронного подавления. При наличии такой аппаратуры авиакомплекс может защищать и другие летательные аппараты в группе, а значит, фактически выполнять функции постановщика помех. Успешное выполнение этой задачи на Су-34 было продемонстрировано во время дебюта авиакомлекса во время проведения операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Помехи ставились из боевых порядков, грузинские зенитные ракетные комплексы, в том числе и зарубежного производства, не смогли выполнить отстройку от них. Работы по наращиванию функционала и конструктивных усовершенствования авиакомплекса продолжаются. Не остаются без внимания вопросы по модернизации имеющихся систем, комплексов и оборудования, размещенного на многофункциональном истребителе-бомбардировщике. Сирийский экзамен. Самолеты Су-34 были задействованы в операции по разгрому международного терроризма в Сирийской Арабской Республике, САР, с первых ее дней. На начальном этапе авиакомплекса использовались очень интенсивно, на них совершалось более трех боевых вылетов в день. Экипажи выполняли наиболее сложные боевые задачи, которые в том числе потребовали применения новых образцов управляемого высокоточного вооружения. Кроме того, в ноябре 2015 года для нанесения ударов по инфраструктуре террористов в САР экипажи Су-34 совершили 16 дальних боевых вылетов с дозаправкой в воздухе. В дальнейшем одной из особенностей сирийского экзамена стало использование с хирургической точностью свободно падающих бомб. И это при том, что самолет проектировался для массированного бомбометания по площадным целям. Конструкторы выполнили необходимые доработки и при этом повысили точность бомбометания со средних и больших высот. Были полностью выполнены и другие требования Минобороны. В отдельных случаях получены более высокие результаты без замены оборудования. Участники производственной кооперации для боевых комплексов разработали и внедрили новые алгоритмы, которые более полно учитывают аэродинамические параметры боеприпасов. На сегодняшний день Су-34 служит своего рода ледоколом, идущим по заледеневшим старым стереотипам, на котором отрабатываются новые решения с точки зрения вооружения, аппаратуры радиоэлектронного противодействия и другого спецоборудования. Все это в будущем может быть использовано на других самолетах оперативно-тактической авиации. Не так давно на Дальнем Востоке на Су-34 выполнены полетные задания с практическим использованием противокорабельных ракет. Это стало финальным этапом проделанной работы по заданию Минобороны. А на новостном поле о практическом использовании многофункционального истребителя-бомбардировщика фигурирует сообщение от Минобороны об авиаударах Су-34 по инфраструктуре международного терроризма в САР и о выполнении экипажами Западного военного округа тренировочных полетов по отработке наиболее сложного элемента летной подготовки до заправки в воздухе. Она позволяет значительно увеличить боевой радиус действия авиации для решения боевых задач. Полеты пройдут как днем, так и ночью в составе пары под прикрытием истребителей. Су-30СМ Дозаправка в воздухе от воздушного танкера Ил-78 пройдет на высоте от 4 до 6 тысяч метров на скорости более 700 километров в час. Расстояние между самолетами и воздушным танкером по условиям выполнения упражнений не будут превышать более 20 метров, отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Юрий Авдеев, Красная Звезда